всем привет добро пожаловать в новый влог так получилось что у меня не было записанного начала я уверена что он вам понравится оставайтесь со мной до конца он пропитан любовью вдохновением и новогодним настроением так я заранее купила веночки я сама их не делаю признаюсь честно что у меня на это не хватает сил хотя у нас отдельно продаются каркаса можно приобрести хвой у меня целый багажник зелени и мы сегодня с настей будем делать рождественские веночки если все сложится то томик также привезет елку будем ставить большую нарядную живую елку конечно он поехал за ней не влез я думаю что вы это прекрасно понимаете достанем все наши елочные игрушки и будет настоящий новогодний или рождественский magic мика там хрустит смачно на фоне я уже принесла всю зелень веночки и в этом году я выбрала венки побольше чем были в прошлом и не целую связку взяла а три так как с нами должна была еще украшать моя подруга но получилось как получилось вот еще хочу знаете что добавить разные хвойные я не знаю как они называются точно для того чтобы венки были супер пышными такими богатыми еще взяла вот такие штучки это между прочим натуральные ягоды это не искусственные какие-то они с колючками я даже пуховик себе немножечко ими испортила и куча всего для декораций я использую это для того чтобы украшать подарки когда запаковываю и не только на новый год тут если покопаться можно найти даже пасхальные украшения докупила в этом году разные шарики веточки по моему я вам показывала так как у нас один свободный веночек то возможно сделаем еще и подсвечники у нас отдельно можно купить вот такие штыри на которые ставятся большие свечи и получается не рождественский венок а рождественский подсвечник не как ты просто невозмутимая подруга все там вместе да слушай для нормальных людей вообще-то здесь стоит сайнер но так как Оля ведущая техника это сайнер не работает это я купила, я тебе хочу сказать, вообще даже не на празднике я купила, потому что было красиво не, ну да, это красиво да, ну вообще и все даже ничего не надо, да, очень прикольно я даже подумала если на это на пасху так смешай скотч такой тебе скотч нужен? конечно нужен у меня дети в последний раз склеили все картонные коробки у меня не было потом посылку отправить какая мохнатая снежинка я могу на елку их повесить но если у тебя еще ничего нет я тебе могу такой подарить обычно прежде чем начать приклеивать все элементы к рождественскому венку я прикидываю какую композицию я хочу составить и изначально я наполняю свой рождественский венок то есть приклеиваю разновидности хвойных всякие растения и потом уже сами декорации это наша маленькая традиция с подружкой и как бы заняты мы не были перед новым годом, перед рождеством мы всегда находим на это время Игнаша, дай способ а сверху или снизу надо? снизу Игнаша, вот так, смотри дай я тебе покажу эту бушу она открывается можно к вам? да она открывается Игнаша, осторожно а сколько она широко? здесь? я не знаю Игнаша, осторожно вот так бери давай теперь мама, я тебя подниму осторожно дорогины нет все дорогина не стоит про разницу нет, нужно про разницу Игнаша, ты туда внизу вешать и не сюда уда! она шифа она шифа это так и ладно у нас уже не было она очень шифа и ранен и шифа да? с Настей получилось в этом году Мне кажется, наши веночки с тобой слегка похожи по цветам. Мне хотелось чего-то натурального. Игнат подарки запрятал. Да, правильно говорю, да. Это мой. Его повесим над столом. А это Настин такой натуральный, пушистый, богатый. Столько всего здесь вы себе даже не представляете. Только секунды. И даже телефон. Пока я делала два венка, Настя делала один. А вот этот красный я обязательно вам покажу, как он будет смотреться у двери. Потому что у меня все-таки там случайно оказался один красный элемент. И я подумала, что да, добавим туда и красный акцент. Бантик с озолом Настей я вам показывала. А здесь тоже я не поскромничала. Хотя издалека и непонятно, что да как. Но здесь тоже задействовала на много всего. Поделала такие типа как островки, как отдельная композиция. Но все смотрится очень гармонично вместе. И как сказала Настя, Игнат, не убивай, пожалуйста, там диван. Что наше мастерство растет из года в год. Я считаю, что можно спокойно продавать такие веночки. Причем недешево. Я решила показать вам, как выглядит рождественский венок на двери при входе в дом. И также Томок был в строительном магазине и купил вот такого то ли оленя, то ли какого-то зайца. Но именно он задал настроение этому венку, потому что на нем уже была красная ленточка. И также я добавила огоньки, которые сами автоматически включаются. Это не туи, я не знаю, кипарисы, наверное, которые растут у нас перед входом в дом. Впера у нас не хватило сил нарядить елку. Бедный Игнат не мог дождаться следующего дня. К вечеру мы освободились все. И сейчас будем наряжать. Игнат уже в процессе. Каждый год одно и то же. Сейчас полетят игрушки. Посмотрите. В общем, мы беремся за работу. И наконец-то у нас дома появится елка. Настоящая, большая, как положено. В этот вечер я только вернулась от парикмахера. И меня постригли не совсем так, как я планировала. И сделали гораздо короче. Но в итоге, когда на следующий день я сама сделала укладку, мне очень даже понравилось. Так свежо выглядит. Обычно мы наряжаем елку с братом Томека, с его дочкой. И дедушкой. Но, к сожалению, они не смогли к нам присоединиться. Зато мы включили польские калятки. И в этом году тоже поучаствовал Томек. Было очень позитивно, радостно. И я не знаю, в какой момент дети также решили нарядить нашу Мику. Она невозмутимый пес. Она всегда рядом с нами. Она настоящий член семьи. И мне как-то так тепло на душе после просмотра этих кадров. И очень здорово, когда вам остается такая память. Тоже советую вам записывать такие видео. Ура! Да! Ну, не знаю, там косо, криво, натурально. Ну, да. Готово. Обожаю. Мы не все успели сделать в прошлый раз то, что нам хотелось бы в Закопанном. И нам настолько понравилось, что мы решили приехать еще на одни выходные перед праздниками. И в этот раз мы сняли вот такой домик. Тоже недалеко от центра. Сейчас будем ехать в лес. Как раз идет снежок. Очень плохо видно. Но дальше мы поедем на санях. Саняк. 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 Умеешь танжить? Я? Так. Научишь мне? Будем жарить колбаски на огне. И теперь вот можно на открытом огне и на свежем воздухе пожарить колбаски. Мальчики, наверное, нужно держать так чуточку выше. Это то, зачем мы вернулись в Закопано. Но в этот раз мы давно хотели поехать именно на Кулик. Сказочно. Этот снег... Боже, мечта. Здесь немного. Мы только с семьей, без друзей в этот раз. Нравится тебе на Кулике, да? А колбаска вкусная была или такая себе? Честно. Но зато честно. Главное атмосфера. И лопата. Словня просто нет. Томак золотой человек. Мы вчера даже не успели скупиться. Он быстро утром сбегал мне за кофе, за круассанами, за какими-то йогуртами. Также купил мне антибиотик и пробиотики. Найди детей. Не трещи ты, Гнат. Это второй этаж, такой частично стеклянный в домике. Такой интересный дизайн здесь. Вроде и традиционный, но есть что-то необычное. Закопанным со мной произошла не самая приятная история. Меня укусила собака, и мне даже наложили швы. Но тем не менее, я не хочу уже возвращаться к деталям. Я прожила эту историю, я закрыла эту главу моей жизни, я сделала выводы. Для меня это было уроком. Я хочу двигаться дальше и сосредоточиться на позитиве. А что ты делаешь сегодня, Захар? Снег? Надо подкатать рукава. Мы делаем дома снег. Даже не спрашивайте. У нас онлайн-школа, и сегодня у них рождественские поделки. Крахмал смешивают с пеной для бритья. Теперь формочками делают из снега такие разные фигурки. Из искусственного снега. И тут мама принесла свои игрушки. Я теперь и сама в этом участвую. Хотя меня попросили только поделать фотки для школы. Нет, сегодня не пряники, сегодня маффины. Я думала, что все эти пряничные дела и украшательства, это уже пройденный этап, и мальчикам будет неинтересно, а не мама. Мы не поняли. И так как мне нужно и так сделать им какой-то полдник, то мы начнем с маффинов со вкусом пряников. Бендем муфинки перниковые, бендем декоровать сахары. Так, як чао. В общем, список ингредиентов я оставлю вам в инфобоксе, но ничего сверхъестественного. Пожалуй, то, что не везде может продаваться, это смесь приправ для пряников, для вот такой всякой ароматной выпечки. Но я как-то давала вам рецепт, чем это можно заменить. Постараюсь его отыскать. Я сейчас нашла рецепт вот этих маффинов. Буду готовить их впервые. Надеюсь, что все получится. У меня не было маслянки, но стоял кефир. Надеюсь, что сойдет. Мука, кофе, яйца, обязательно растительное масло. И еще в рецепте была чайная ложечка или столовая ложка этой. Не этой, по-польски просто. Кава это она. Кофе растворимого. У меня даже такое есть. Представляете? Мне кажется, что у меня вообще есть все. Все. Начинаю готовить и держу за себя кулачки, чтобы все получилось. Так как мы будем декорировать, я отыскала, опять же, в своих запасах, такую глазурь. Вот это в порошке. А вот эту нужно растворить, наверное, на водяной бане. Я так предполагаю. Ну, короче, будем заниматься. Сейчас быстро испеку маффины, а потом уже заберу Игната и будем развлекаться. Сначала смешиваем сухие ингредиенты. Нам нужно 200 грамм муки, сахар, чайная ложечка кофе, ложка пряной приправы, ложка ванильного сахара, полторы ложечки разрыхлителя, две трети чайной ложечки соды, немного корицы и щепотку соли. Перемешиваем. Вот, блин, кефир испортился. Ладно, я тогда вместо него возьму сметану. 150 грамм. Немного молока. 150 миллилитров растительного масла. Да, реально так много. Два яйца. Полторы ложки кленового сиропа. Интересно, зачем он, если мы и так клади сахар. Ну, ладно. Я еще добавлю каплю ромового аромата. Смешиваем. И теперь смешиваем сухую часть маффина с мокрой. Все это нужно размешать. Теперь выкладываем наше тесто в формочки, но не до краев, а где-то до половины, или максимум до двух третьих. У меня хороший разрыхлитель, поэтому я буду наполнять где-то наполовину. Иначе ваши маффины выйдут из берегов. Предварительно я разогрела духовку до 180 градусов и буду выпекать маффины 20 минут. Класс! Как видите, все вышло. Я не люблю, когда у меня в кухне что-то не получается. Наверное, никто не любит. Прежде чем украшать, нужно дать им остыть, а я тем временем лечу за Игнатом. Готово. Да? Ну, тогда можно без них. Смотрите, мальчики. У нас с вами есть вот такие штучки. Да? Есть шоколадные. Есть вот такие цветные. Чуть-чуть как Эминемса. Видите? Только мне кажется, Загарчик, что красиво будет, если мы их польем этим. Шоколадом, да? Ну, шоколадом. Глазурь мама приготовила. Шоколадная. И вот с ней мне чешка. Дай побывать. Осторожно ореть ее. Замолвать. Нет. Я чем зацюю. Реально очень черный. Зар, это теперь можно посыпать. Девчонки, даже если вы не планируете декорировать маффины, это вовсе не обязательно. Я очень рекомендую вам попробовать этот рецепт, потому что они самые воздушные, они самые нежные и очень долго остаются мягкими. Если вы хотите сделать какие-то маленькие удобные десерты на новогодний стол, то это отменный вариант. Ну, а, конечно, если вы хотите заняться чем-то с детьми в новогодние праздники или во время новогодних каникул, то это тоже очень занимательное занятие. В этом году в Лиле, по-моему, купила. Смотрите, какую штучку. Очень удобно, когда закончится. Правда, не знаю, когда. Хватит навечно. Оставлю себе коробочку. Так, даже для приправ можно потом использовать. Прикольная. Вкусно? Я могу еще полосить. А дашь мне кусочек попробовать? Ух ты, какая нежная внутри. Она из латвы до ограничения. Не с вами. Совсем не твердая. Ой, какая она вообще супер. Вот результат стараний мальчиков. Сейчас достану молоко, подогрею и будут полдничать. И это, пожалуй, первый год, когда они полностью все делали сами. Но завтра замешиваю тесто, будем развлекаться пряниками. Раз хочется, значит надо. Ситуация следующая. Я специально не распаковывала все подарки. Мы сложились и будем дарить такие конкретные желанные вещи друг другу на празднике. У нас такая традиция. На секундочку попросила пораньше положить детей спать. Полдесятого они до сих пор где-то гуляют с собакой. Такой мороз на улице. Ну ладно, пусть закаляются. Отправим всех к основе и будем рассматривать, что у меня здесь. Этот подарочек я уже достала. Это беспроводные наушники от такого бренда. Они для брата Томака. Он сам их выбирал. Я недавно тоже себе купила AirPods. Я просто не была уверена, что другие будут работать с айфоном. Это была лучшая инвестиция. Это настолько удобно. Я кайфую. Я сегодня переделала ногти, сделала свой любимый яркий красный. Это Lady Ferrari, но не уверена, какой это бренд. У Томака совсем скоро день рождения, 29 числа. И как назло, у него разбился на днях телефон. И я все ломала голову, что ему подарить. Хотела приобрести массажер от Xiaomi. А потом подумала, что телефон ему будет нужнее. Но это подарок не только от меня, а в том числе и от моей семьи. И я консультировалась с братом Томака. Он сказал, что вот эта модель, одна из самых новых, если не самая новая. И чтобы я взяла именно такую. Выбрала какой-то темный. Сейчас не стану вскрывать, потому что здесь все заклеено. Он дешевле, чем айфон. Но у меня Томак по андроиду. Он говорит, что айфон это зло. Что ты вообще не можешь с ним совладать. Очень неудобно, когда всегда приобретает себе Самсунги. Поэтому я взяла тоже S21 Ultra. И, кстати, когда я приобретала вот этот телефон, в подарок шли часы. Они очень дорогие. И я думаю, ничего себе. Можно было выбрать цвет. Я взяла обычные черные с таким циферблатом, по-моему. Вообще ничего об этом не знаю. Потому что я по стороне яблока. Я всегда использую их технику. Свекровь хотела себе утюжок для волос. Дети вернулись домой. До сих пор не спят. Поэтому надеюсь, что никто сейчас сюда не придет. Я не знаю, что это за бренд. Она сама его себе выбрала. Поэтому я только купила, заказала. Ну, надеюсь, она будет довольна. То, о чем мечтали дети. И я долго сопротивлялась. Мой муж так же. Но у всех друзей это есть. Им как-то так обидно. В общем, мы сломались. Я думаю, что Томик тоже будет играть с ними. Это Sony PlayStation. Последняя модель. Так странно. Ее нигде нельзя было купить. Вот просто заплатить за нее онлайн. И все. Нужно было звонить. Там что-то как-то консультироваться. Ну и, наверное, слава богу. Потому что я сама в этом совершенно не разбираюсь. Единственное, что я поняла. Это то, что нам нужен еще один джойстик. Чтобы не было войны. В наборе шла какая-то игра. И годовая подписка на игры. Что ли отдельно потом все докупать надо? Не знаю. Будем разбираться по ходу дела. И планируем ограничивать их игры. Потому что это же бесконечная история. Дедушке мы подарим полом. Это Ральф Лорен. Он попросил какое-то такое, которое он сможет надеть на выход. Но не белое. По-моему, оно было с коротким рукавом. Насколько я помню. Нашла его на Золанду. Если вдруг не подойдет размер, то обменяем. У нашей еще есть двоюродная сестричка. Двоюродному братику. В Украину мы тоже заказали подарок. Но двоюродной сестричке Майи мы купили машину для кукол Рейнбоу. Я не в теме всяких там девочковых актуальных кукол. Ее мама сказала, что она собирает куколок. И та, которая ей нужна была, рыженькая. К сожалению, была в наборе, где дублируются уже три, которые у нее есть. Короче, я решила взять машину. И написала о маме. Она говорит, что супер, у нас такого нет. Они даже не видели еще в продаже. Так что практически все готово. Еще ленточки и какие-то украшения. И можно будет отправиться ко сну. По-моему, я еще не показала вам, как выглядит веночек на стене. Один висит при входе, а второй над праздничным столом. Наверное, на сам праздник, на святой вечер, я сменю вот эти декорации на подсвечники. Так как у меня будут золотые столовые приборы, сюда тоже поставим золото. Повесим. А веночек прям такой, как я хотела. В карамельно, даже немножко золотистой гамме, но очень натуральной. Здесь несколько видов хвойных. Вот один и второй. Они даже по цвету отличаются. И амела, колоски, какие-то... Это искусственный цветочек. Но, тем не менее, есть и натуральные. Не знаю, что это такое, но я покупала целый набор. Там были и шарики разные натуральные. И вот желуди когда-то заказывала на Алиэкспресс. И шишечки маленькие, побольше. Деревяшки. То есть здесь деталей реально не пересчитаешь. Так, мы буквально в последний момент занимаемся покупкой продуктов. И это прикол. Девчонки, я знаю, что я говорю это каждый год. И вы со мной соглашаетесь и говорите, Оля, мы с тобой, у нас то же самое. Ты час составляешь список того, что нужно купить. Пишешь с уточнениями по граммам, килограммам. В итоге, говоришь, не покупай грибы. Я уже их купила. Пожалуйста, где-то три упаковки видела. Арахисовое масло. Пишу, не сладкое. Вот с карамельным вкусом и с протеином. Я сейчас буду распаковывать и пересматривать свой список. Я не вижу здесь мяса, рыбы. Ну, в общем, я думаю, что у нас будет несколько походов в магазин. И так каждый год. Наверное, это, знаете, один из пунктов семейной жизни. За день до святого вечера я начала готовить венский чизкейк. Было очень громко, поэтому я делаю закадровую озвучку. Это мега вкусно. Сначала я отделяю желтки от белков. Все нужные пропорции ищите в инфобоксе. И я взбиваю отдельно белки, выкладываю в мисочку. И дальше буду снова использовать свой миксер. Я беру килограмм уже перемолотого творога. Вы можете пропустить его несколько раз через мясорубку и получится то же самое. Нам нужна такая гладкая консистенция. Далее выкладываю мягкое масло. Заливаю сливки. Немножко манки. Конечно же ванилька, какой чизкейк без ванилина. И чуть-чуть крахмала. Добавляю желтки. И хорошо все взбиваю. Теперь выкладываю получившуюся массу. Она такая пушистая, воздушная. Добавляю белки и осторожно перемешиваю. Стараюсь не нарушить вот эту воздушную текстуру. Далее в заранее подготовленную форму. И ставлю в разогретую духовку. Более-менее тихо могу показать вам и рассказать. Ставим наш чизкейк в духовку. Он будет запекаться полтора часа. При температуре 180 градусов я включила термообдув. И вниз на самый нижний ярус мы ставим какую-то емкость, которая не треснет, которую можно использовать в духовке. И наливаем туда около литра воды. И вот таким образом запекаем. Если он будет чуть подгорать сверху, подрумяниваться слишком раньше времени, можете накрыть его фольгой. Я сегодня на кухне практически целый день, хотя не так много приготовила. Мы купили борщ в этом году, потому что с ним столько мороки, а мы нашли где приобрести вкусный. Там такая семейная типа мини-фабрика. Все-таки журек. Это грибной суп я сварила сама, как каждый год. Это рыба по-гречески. Ой, блин. Здесь у меня доваривается узвар. Я иногда варю суперконцентрированный, потом это все развожу водой кипяченой. Паштет и чизкейк. Я еще буду готовить на само Рождество. Приношу я, значит, тут подарки. И что я вижу? Это то, что я очень хотела. Говорю, Тома, что ты не мог уж сохранить секрет, что ты нашел это для меня. Ладно. Ну, будем притворяться, что типа я не знаю, что там. Я в этом году запаковывала подарки, наверное, по-другому. У меня в этом году не было крафтовой упаковочной бумаги. Но, тем не менее, все равно удалось сделать индивидуальный подарок каждому. И мне так тоже очень нравится. Здесь подарок для Майи, это подарок для папы, для Томыка. Короче, неважно, где что. Я просто прицепила несколько вот таких шариков. У меня были красивые ленточки. Покупала их в этом году. И вот эта бумага, она балдежная. Она типа тоже крафтовая, но золотая. И это все выпуклое. У нас сегодня день перед Рождеством. Именно вечером будет проходить святой ужин. И я завтра также буду готовить рождественский обед. Я уже не стала снимать рецепт, но если вам вдруг будет интересно, а это очень вкусно, я стараюсь готовить какие-то проверенные блюда на праздники. Оставлю вам, опять же, в инфобоксе. Смотрите, самое простое, что можно сделать, когда у тебя много работы, много готовки, это замариновать мясо и потом его запечь. Здесь у меня ребрышки. Я оставляла вам рецепт в инстаграме. Возможно, показывала на ютубе. Здесь кола, коричневый сахар, много лука, соевый соус. В закладке «Готовь со мной» или «Готовь вместе» точно есть. Потому что это мое коронное блюдо, которое я, кстати, не ем. Я как-то так спокойно отношусь к ребрышкам, но знаю, что и я, и свекровь мы точно будем есть индейку. У меня здесь филе, я его замариновала. В этот раз я сделала все заранее. И здорово, что завтра не буду с самого утра рано просыпаться, а вечером сможем еще встретиться с друзьями. У нас такая автор Вигилия. Святой вечер называется Вигилия. И это мясо я буду подавать с клюквенным вареньем, которое я поставлю, можно было бы и купить. Иногда оно продается к мясу. Если вам так проще, можете приобрести. Получается такое классное кисло-солено-сладкое сочетание. А мясо я завтра буду запекать в рукаве. Возможно, даже сделаю это в термомиксе. Рецепт тоже оттуда, и он бомбический. Ребрышки тоже сейчас прикрою и поставлю на улицу. Это все-таки не то же самое, что варенье. Это скорее соус. И его также можно готовить из замороженной клюквы. Я прям настаиваю на том, чтобы это не было покупное варенье, а чтобы за 15 минут самому сделать вот это все. В инфобоксе, опять же, вас все будет ждать. Я еще помыла сейчас все ягоды, которые я буду выкладывать поверх чизкейка. У меня есть чуть больше. Возможно, я завтра сделаю панакотту. Если я сегодня не слишком устану, все, знаете, так в удовольствие должно быть. Достала наборы. Здесь их, по-моему, штуки три. Это золотистые столовые приборы, которые я заказывала в прошлом году на Ларедут. Они очень хорошо служат, но я использую их на праздники. Они суперэффектно выглядят. Уже погладила скатерть, все дела. Только знаете, что мне нужно сейчас это все помыть и протереть сухим бумажным полотенцем, чтобы не было разводов. Как всегда, в последний момент моем новую посуду. Я забыла об этом. И сейчас уже приведу себя в порядок и буду накрывать стол. Я украсила свой чизкейк ягодами и посыпала сахарной пудрой. Это не обязательно, но вот печь его нужно как минимум за 12 часов. И потом хранить в холодильнике он должен настояться. Сегодня утром подоставала те наряды, которые у меня есть и которые я еще не надевала. И, конечно, мне хотелось бы надеть белое платье. Это украинский бренд Nami Zen. Так как я буду подавать все эти борщи и так далее, я боюсь, что я его быстро заляпаю. И это не совсем практично, конкретно в моем случае, но оно абсолютно прекрасно. Я даже достала сережки. Я сегодня его мерила. Может, в последний момент я передумаю. Я его обожаю. Будет жалко, если я сегодня буду не в нем. Но у меня также есть еще два платья. Вот это я покупала в H&M в прошлом году. Оно на меня велико, но оно будет подлиннее, чем вот это. Мне кажется, что для такого праздника оно больше подойдет. Настя летом мне подарила вот такой ремень. Я думаю, что если подвязать, то будет, в принципе, неплохо. И меня также смущает то, что оно меня слегка полнит, потому что это бархат и такие объемные пайетки. Хотя, как бы классика жанра. Мои старые босоножки из Зары и одни и вторые. Не купила себе новую обувь, хотя планировала. И вот это платье я приобретала вообще за копейки. По-моему, я не показывала вам его. Тоже в Заре на какой-то огромной распродаже. В конце лета, наверное, отхватила. И если я не надену его сегодня, то, скорее всего, на Новый год. Лично я сегодня буду налегать на паштет. Это не весь. Вот у меня еще кусочек. Я просто его нарезала. И хочу еще украсить петрушкой перед подачей. Субтитры сделал DimaTorzok Наконец-то я накрыла на стол. Гости любят прийти на час раньше, поэтому мне нужно ускоряться. Я решила в этом году не делать никакую специальную декорацию на середину стола. Просто положила веточки, поставила подсвечники. И вот повесила подсвечники еще над столом. В этом году у меня получилась невероятно красивая и изысканная сервировка. Пожалуй, мне она нравится больше всего, но второй вариант я покажу вам в самом конце этого видео. Субтитры сделал DimaTorzok Если вам интересно, как мы подаем все блюда поочередно, потому что сначала у нас супы, у нас два супа на святой вечер, и потом уже рыба, другие горячие блюда и десерт. Это не занимает много места, и да, все помещается даже несмотря на декорации. Дожариваем, довариваем все, что было супер свежее, супер горячее. Моя мечта сбылась, у меня есть супницы супер красивые, и теперь это так удобно, каждый сможет подойти и сам набрать. Но теперь мне нужен красивый половник, потому что у меня какой-то ужасный черный или серебристый обертый. Дедушка какой у нас красивый, тоже на стиле, светлый брат приехал, свекровь где-то на втором этаже с детьми. И мы в такой компании будем праздновать это Рождество. Время открывать подарки. Девушки отдыхают. Девушки отдыхают. О, что ж! Девушки отдыхают. Девушки отдыхают. Игнац получил мотоцикол. Девушки отдыхают. Это iPhone. Что это? Это iPhone. Что это? Почему не сдраджаешь? Игнац, это его. Нет, нет, нет. А это мой праздник, давай я себе поразим. Девушка. Открывай, открывай. Помогай мне. О, это самсунг или iPhone. Девушки отдыхают. Аль пьянкный, ультра. Что это? Это не старый. Найновший самсунг. Пять. А скот, где же самый новый? Ну, chyba новый. Ваще один, а еще один. А еще один. Это самый новый. Девушки отдыхают. Девушки отдыхают. Девушки отдыхают. Девушки отдыхают. Моя свекровь всегда выбирает самые удачные подарки. Очень красивые тарелочки. Я такое люблю. Супер. У меня как раз все поразбивались. Очень красивые. Такие стакань, чашечки. Свечи. В этом году у нас на столе были свечи от свекрови. С прошлого года. Я их приберегла. Супер красивый пряничек. Бомбочки для ванны. Направда, я заживаю. Но это супер. Мы уже вам этого. Направда, уже вам. Деньги везли. Вау. Класс. Беспроводная зарядка для ирподсов, для часов и для телефонов. И белые, да. Деньги. Чизкейк супер. Он безупречен. Боже, как я его хотела. Нигде не было моего размера. И потом я стоил на ранку. Мика выйдет. Мика выйдет. Мика выйдет. Мика умер веадам, а ведь он не будет. на второй день я буквально спонтанно придумала сервировку я готовила обед для всей семьи и на второй и на третий день спасибо что вы провели этот влог вместе со мной поздравляю вас с наступающими праздниками это был последний влог в этом году но мы обязательно встречаемся с вами через какое-то время всех целую обнимаю не забывайте поставить пальчик вверх пока пока до новых встреч уже совсем скоро